Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Руденко. Сегодня будет видеоролик про то, как набирают в американскую армию бойцов-молодцов, среди молодежи, среди эмигрантов. Развею некоторые иллюзии на тему того, что будут вам вешать в виде лапши на уши в рекрутинговом центре сержанты. И делать они это будут по нескольким причинам. Сейчас у нас катастрофический недобор в армию. Что на самом деле хороший индикатор того, что достаточно работы на гражданке, которая предоставляет не меньше бенефитов, которая полностью конкурентоспособна и которая в большинстве случаев приносит больше бабок. При этом сержантам в рекрутинговых центрах нужно выполнять план, а план есть. То есть в каждом рекрутинговом центре есть определенное количество людей, которые они должны набрать, закрыть пробелы по определенным профессиям. Именно на это дело будут вас закрывать. Сейчас прошла новая волна выигрыша и лотереи Green Card. Большое количество людей выиграли, еще большее количество людей проиграло. Так вот среди этих ребят есть люди, которые не имеют бабок и не имеют бенефитов. Рассматривают вариант, что они приедут в Америку, пойдут послужить один контракт и дальше все будет отлично, все будет хорошо. На самом деле формат нормальный. Схема рабочая, пойти послужить, отслужить один, максимум два контракта, сколотить какой-то плацдарм из тех льгот, министринской страховки, военной ипотеки и так далее, и тому подобное. Но нюанс заключается в том, что когда вы это все дело закроете по неправильной профессии, когда вы неправильно подпишите контракт, если вы поведетесь на ту фуфу, которая вам расскажет рекрутер, это будет чревато последствиями. Я конкретно тому пример, потому что мне пришлось побороться за место под солнцем после того, как я прощался с американской армией. Но это уже совершенно другая история, если интересно, найдите видеоролик. Вкратце я, в принципе, рассказал мою историю. Моя история немножко нетипичная и четко показывает о том, что в любой армии, даже самой богатой армии в мире, а мы именно такой армией являемся в Соединенных Штатах, есть пробелы. Теперь ближе к сути, так сказать. Что, собственно, будет происходить в рекрутинговом центре и на какое фуфло не нужно вестись. Вот тут вот сейчас чуть поподробнее. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это знание английского языка и сдача теста, который называется АСВАП. Я про него тоже много рассказывал. Не буду рассказывать о деталях этого теста. Можете посмотреть у меня среди моих старых роликов. Там разжеванно просто взять, положить в ротик, проглотить. Я конкретно расскажу по поводу того, что вам скажут. Первый момент вам скажут, главное, сдайте тест. Дальнейшие ваши знания английского языка не важны. Или же рекрутер будет говорить о том, что он вас отправит в языковую школу. Их на самом деле раньше было несколько, сейчас, если не ошибаюсь, осталась только одна. И да, действительно, вам смогут отправить в языковую школу, но есть масса нюансов. Первый момент. Многие рекрутеры вешают фуфло на уши, рассказывают, что да, они вас отправят, вы поедете учиться, все будет отлично, английский язык не проблема. И ваш speaking and listening doesn't matter. То есть умение вами говорить, слушать, воспринимать именно с точки зрения информации на речь, то есть не в письме, да. Вот будет вариант, что это не проблема вас отправить в языковую школу. Как опыт показал, из 10 человек только 2-3 человека, кому это обещают, действительно попадают в языковую школу. Далеко не всем включают этот пункт в контракт. Абсолютно далеко не всем. И это вы узнаете, когда уже будете проходить службу. Когда мне сказали, что я пойду в языковую школу, я сказал, ну пойду, пойду, все супер отлично. На тот момент у меня английский был вообще на минималках, и я бы так сказал, каждый американец, у него свой акцент. В армии вы столкнетесь с тем, что люди приезжают с самых разных и неизвестных уголков Соединенных Штатов. Вы будете сталкиваться с ребятами из глубинки, из деревушки, где-нибудь в Техасе, где у него будет такой акцент, что его другие американцы не попадают. То есть не понимают вообще. И вот я столкнулся с несколькими такими ребятами. Один мне лапшу на уши вешал, а второй мне рассказывал, что он мне добавит в контракт. Так вот тот чудак, который рассказывал, что в контракт включат, это был тот парень, который... То есть он так разговаривал, он так слизывал буквы, что я ни хрена не понимал. И другие чудаки, которые с ним проходили службу, понимали его через слово. В конечном итоге мне не включили мою языковую школу в тот пункт в контракте. Контракт у вас будет подписываться в электронном виде, вы будете его читать на экране. И когда вы приедете в МЭПС, место, где, по сути дела, ваши ТЦКшники, где сидят, где приемный пункт. Не знаю, аналог на самом деле в Украине, раньше это военкомат был. Но вот когда вас там будут закрывать, когда вы будете непосредственно сидеть уже с другим сержантом, после прохождения медобследования и всего остального, там стоит огромное количество людей. Все абсолютно валят просто на скорости. Следующий, 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 следующий. Тебе дают почитать этот контракт. Я не знаю, специально, не специально, но ситуацию создают настолько стрессовую, что вы сидите там, клац, клац, клац подписать. И плюс вот это вот желание. Когда у вас гринкарта, вам не так сложно, потому что у вас есть куча опций. Когда люди попадаются такие, как я, которые, я тогда на тот момент шел по МАВНИ, мне вообще было насрать, что подписывать, лишь бы попасть в строй. Лишь бы попасть в строй, лишь бы получать гражданство, лишь бы вся эта дичь с подвешенным состоянием иммиграционного статуса, которого по факту нет. Тогда было политическое убежище, еще какие-то там моменты. То есть просто хотелось одеть форму, и казалось, что это будет вот тот рубеж, после которого все будет спокойно. Все будет спокойно и нормально. Когда у вас есть гринкарта, у вас есть варианты, у вас есть опции. Поэтому армия далеко не для всех будет правильным вариантом для дальнейшего пребывания в Соединенных Штатах. Ну так вот, вернемся к контракту. Мне ни хрена не включили. Мне ни хрена не включили, и я узнал об этом уже на basic тренинге. То есть когда уже учился, когда стоял в строю, на тебя устраивает shark attack. Кому интересно, где-то ссылочку здесь кину, что такое shark attack. Это специальное психическое воздействие на молодежь, для того, чтобы они переключились от гражданки к армии и поняли, с чем они могут столкнуться. Прикольный, кстати говоря, тест. Но вы, не зная английского языка, будете под огромным впечатлением от того, что вы вообще ни хрена не понимаете. Когда на меня сержанты начали орать, взяли меня в треугольник и устроили мне shark attack, я столкнулся с тем, что я просто ни хрена не понимаю. То есть моего английского, когда на тебя кричат на английском с разными акцентами, которые привезли из разных регионов Соединенных Штатов, они так орали, что один сержант сорвал голос. Единственное, что я мог просто сказать, когда это все закончилось, ну тут плюс в том, что я шел в армию, мне уже было 30 годиков на тот момент, и 31 мне исполнилось уже непосредственно в американской армии. И я на тот момент приехал в Америку, уже будучи капитаном, главного разведуправления Украины, поэтому я как бы знал процессы. То есть вывести меня и довести до состояния какого-то нервного взрыва или испуга было несколько сложно. Поэтому я смотрел на все это дело, ни хрена не понимал, когда сержанты закончили выполнять свою работу по дестабилизации моей психики. Я просто сказал, извините, я не понимаю, можете ли говорить помедленнее. Один сержант заржал, меня отвели в тот же день отдельно в сержантскую офис, это drill sergeant office, и там мне просто начали со мной общаться, понять, что я понимаю, что я не понимаю, понять вообще, могу ли я дальше проходить службу или нет. Но мне попались сержанты олдскульные, еще той Америки, поэтому мне сержант просто задал пару вопросов, говорит, ты хочешь служить? Я говорю, так точно. И все, на этом, говорит, все, дуй в строй. Я говорю, у меня должна быть языковая школа. Он говорит, сынок, не будет у тебя языковой школы, твоего английского языка, достаточно, чтобы ты выполнял свои задачи. Ты едешь в учебку, будешь проходить службу до конца? Я говорю, так точно. Он говорит, все, кругом марш, назад в строй. Я вернулся в строй, и никаких учебок больше никто никогда даже вопрос об этом не поднимал. Дальше шло просто по накатанному. Поэтому язык у вас должен быть, и если у вас учебки нет в контракте, никакой учебки не будет. Следующие, я бы сказал, основные два момента, на которые вам стоит обратить внимание, это два документа. Записывайте или запомните где-нибудь. Если вы накосячите и не проверите, если вы не вычитаете от корки до корки каждое слово, вы будете крайне, ну, полным дебилом, я бы сказал. Огромное количество людей наступило на эти грабли, и кусает себя потом за локти, потому что сталкиваются с огромными проблемами. Первый такой документ – это ваш контракт. Он, скорее всего, будет вам показан на экране. Обратите внимание, что это PDF-файл, и обратите внимание, что в нем много страниц. Раньше такие вещи подписывали в бумажном виде, давали вам возможность, в принципе, увидеть, что он из себя представляет. Сейчас это все в электронном виде, подписи идут электронные, то есть методом отпечатка пальцев. И, как это показал опыт, вас будут закрывать в формате подписи первой, там, по-моему, четвертой и последней страницы. То есть, по сути дела, вам показывают, пролистывают, чтобы вы быстренько все подписали, но при этом вы не особо вчитываетесь. Вам говорят о том, что контракт создан и сгенерирован на основании тех данных, которые вы подали, и все. Соответственно, вы смотрите, плюс у контракта есть две версии. Первая и финальная. В первой версии вам могут наобещать бонус. Сука! Вов-вов! В первой версии вам могут наобещать бонус. 20, 30, 40 тысяч. В финальной версии бонус может быть тысяч пять. Как это проверить? Проверяйте в процессе. Если вы подписали контракт, там есть какие-то цифры, и конечный контракт, финальная версия отличается, это значит, надо поднимать тревогу, идете к своим сержантам. В принципе, в любой момент, первые 180 дней вашей службы, вы можете с минимальными какими-то потерями разорвать контракт. Мало кто это знает, но пока идет basic training, вы можете все это, в принципе, выключить в любой момент. С минимальными потерями и финансовыми, там, за форму заплатить еще какую-то херню, и до побачивания-телобачивания. Первые 180 дней, пока вы не прошли службу, контракт разобрается довольно-таки еще легко. После 180 дней ваша жопа четко в капкане. Пошли дальше. Мне на самом деле, сейчас кто-то подумает, что я хейчу армию. Армия офигенная штука, она дала мне очень много. Реально, обалденный опыт, и про плюсы я сейчас тоже немножко подрасскажу. Ну, сначала поговорим про бонусы. Бонусы, я бы сказал, состоят из двух элементов. Первый момент, это бабосики, то есть могут давать до 40 тысяч долларов. Причем у всех глаза такие раскрылись. Вау, сорокет, сейчас, блин, 6 месяцев пройду basic training, и мне сорокет упадет на карточку. Полная херня, ребят, не так это работает. То есть, 40 тысяч дают в основном, кто подписывает полный контракт, то есть минимум 5 лет. Эти 40 тысяч разбиваются на эти 5 лет. Таким образом, вам дают по 8 тысяч в год. Если вы отслужили 2-3 года, вам дадут по 8 тысяч за каждый год прослуженных. И если по какой-то причине контракт будет расторгнут, или вас уволят, или вы сломаете себе ногу, и будет положен медборд, то есть вас по состоянию здоровья снесут. А такая херня случается, особенно на боевых позициях. Мы на basic training у меня сколько? 4 человека списали по состоянию здоровья. Поломанные ноги, ломанные кости, такое нормальное матерое рассечение, блин, по всему хлебалу. И я проходил basic training в Форт-Джексоне. То есть, по сути дела, это далеко не самый, не беннинг, это далеко не самые боевые специальности. Есть такой момент, списывают ребят. Иммигрантов, кстати говоря, ни разу не помню, чтобы списывали. Иммигранты там с поломанными ногами, ушами, блин, хлебало все в крови. И нормально, спокойно чухайте дальше. В основном это американские школьники из крупных городов, которые сопли разводят еще на старте. Вот там, да, там есть списание медборды еще в basic training. Но я к чему говорю, о том, что эти бабки у вас заберут. Потом вам спустя 3, 4, 5, 6 месяцев после службы придет бумажка. Такая организация, если можете посмотреть, DFAS. И эта организация будет натягивать вас на шишку, на сумму того бонуса, который вы получили, но не дослужили контракт. И у вас эти денежки, естественно, будут забирать или уничтожат вашу кредитную историю. В общем, со всеми последствиями. Там нормально все будет. Поэтому бонус, штука хорошая. В случае, ну, надо четко понимать, как он работает. То есть, вам его не дадут сразу. Может, у нас есть несколько историй, когда иммигрант думал, оба, сейчас бонус 20 тысяч, наконец-то раздам долги. Проходит время, ему дают трех или пять тысяч долларов. Он говорит, а где же моя двадцатка? Потом начинает вникать в нюансы. Оказывается, ни хрена двадцатка это на протяжении всего контракта ему даст. Не забывайте об этом моменте. Вторая прикольная фишечка – это выбрать школы, которые вы бы хотели пройти. На многих направлениях, если вы дефицитный кадр, то есть, у вас есть набор каких-нибудь знаний, и если рекрутеру нужно капец как срочно продать какую-то профессию, там, пехотинцев, например, набрать, вот у него кровь из носа, надо набрать шесть пехотинцев до следующей отправки. Следующая отправка через сорок пять дней. Вот вынь да положь, найди этих людей. Вот тут есть смысл, и кто знает про Хаваны, те эту тему, блин, отстреливают очень хорошо. Тут есть смысл нажимать на рекрутера, чтобы он выдал то, что вам надо. Выбивать нужно учебки. Учебки бывают разные, причем я обожал учебки. Это, наверное, одна из моих самых любимых фишечек в американской армии. Тут все учебки интересные, на это тратят куча бабок, боевая подготовка в учебках, вот это вот состояние, атмосфера, блин, я очень любил. Air South School – супер, надо проходить. Airborne School – обязательно, блин. Кровь из носа, Jungle Operation Training Course, Pathfinder. Есть много, огромное количество на самом деле учебок, можете посмотреть. Ranger School – конечно, да. То есть все это шикарный, интересный опыт. Если вы кайфуете вот от таких вещей, то как бы учебки надо проходить. Большое количество этих учебок доступно и может быть указано в контракте. Вот это вот классная фишка. Мне некоторые ребята задают вопрос, Ваня, я хочу там рейнджером стать, туда-сюда. Если вы действительно видите, что у рекрута есть жесткий дефицит кадров, потрите с ним на эту тему. Скажите, блин, да я не вопрос, готов. Но мне бы хотелось пойти в такую-то, такую-то учебку. И понеслась дальше. Я знаю ребят, которые получали Ranger School с грин-картой себе в контракт. Очень классная фишка, просто многие об этом не знают. Нужно знать, нужно использовать. Не только рекрутер может вас абьюзать, закрыв так, как ему это выгодно, но вы тоже можете из этого получить для себя определенные плюсы. Плюс, каждый из учебок – это дополнительные баллы. В процессе продвигаетесь по службе, получаете сержанта, получаете И-6, получаете БИИЧ, и все. Таким образом, через три года службы вы выходите практически на максимум бабок, которые можно зарабатывать. А бабки вам ой как понадобятся. Следующая интересная фишка. Тут, кстати говоря, у большинства русскоговорящих есть иллюзия для этой темы о том, что американская армия специально набирает иммигрантов, чтобы их потом кидать на поле боя в первые ряды, в штрафбаты, и пошло-поехало. Это полная хинея, ребят. Сейчас объясню, почему так херня это не работает. Большинство иммигрантов, которые не имеют гражданства, их список профессий, которые они могут выбирать, очень лимитирован. Что я говорю? Я говорю о том, что вам не дадут доступ к ограниченной информации. Есть понятие Security Clearance. Это одно из подразделений ФБР, где вы будете проходить так называемый OPM. Это ваш тест и описание, в общем, там длинные эпопеи на разрешение и доступ вам к ограниченной информации. Детали не буду раскрывать, это немножко неправильно. Кому надо, посидите в интернете, поковырятесь. Довольно-таки много уже информации на эту тему. Но прикол в том, что без этого, без доступа к ограниченной информации, хрен кто вас на передок полноценно пустит. То есть даже если вы будете деплойт и отправить вас в какую-то горячую точку, вы будете за тремя замками где-то там в тулу сидеть. Просто по банальной причине вам нельзя доверять, вам не дадут планы, вам не дадут координаты, вам не дадут ту информацию, которая может завалить большое количество людей и запороть полностью всю миссию. Соответственно, только после того, как вы получите гражданство, после того, как вы пройдете ОПМ, после того, как вы получите доступ к ограниченной информации, вот тогда да. Но на тот момент вас полноценно можно будет считать американцем и равнозначным сильным звеном американской армии. Но это пройдет не один год до момента, пока это все произойдет. И тут же еще одна интересная фишечка для вас. Многие миргранты думают, так, я грин-карту выиграл, мои родственники не выиграли, сейчас я быстренько контракт в армию и получаю паспорт. Раньше, короче, так и было. Раньше вы получали гражданство на выпуске с graduation, то есть на ваш graduation вы получали паспорт. Это после Basic Combat Training, то есть, по сути дела, после КМБ. Отслужил там 6 месяцев, на тебе гражданство, получите, распишитесь. Сейчас так херня не работают пацаны, я знаю многих эмигрантов, которые ждут паспорт в американской армии по 3-4 года. Есть разные ситуации, у каждого индивидуальный какой-то кейс, но суть заключается в том, что есть конкретные примеры, и никто вам не может дать никаких гарантий. Почему? Потому что армия армия, а гражданство вам выдает USCIS. USCIS это департамент DHS, Department of Homeland Security. А там уже сидят ребята, которые так насрать, что вы служите в американской армии, вот просто поверьте. Там далеко не самые успешные люди, далеко не самые быстрые люди. И DHS вместе с USCIS, это у нас тут как большинство эмигрантов со мной согласятся, когда я скажу, что это филиал ада на земле. Это самая вонючая, оконченная, к сожалению, организация, через которую нужно пройти. Других вариантов нет, но процессы, которые там происходят, мега затянутые, сроков нет, гарантий нет, нет ни хрена. То есть вот ты отправишь свой кейс, и он плывет по своему течению. Есть определенные критерии. Раньше для военных была вообще отдельная линия, была отдельная хаплайн, их кейсы вели отдельные офицеры, и процессы происходили значительно быстрее и качественнее. Но при синих, началось еще это, кстати говоря, при Трампе, при Трампе в 16-м году, по-моему, похерили полностью всю систему. Есть определенные понимания, почему так происходит. То есть с точки зрения безопасности иммигрантов крайне сложно проверять их бэкграунд. Очень сложно определить, засланный казачок или нет. Но, несмотря на все это, процессы будут тянуться. И если вам кто-то дает гарантию в рекрутированном центре, что вы там через год-полтора получите паспорт, все это фуфломицин. Когда вы получите свой паспорт, вы узнаете лишь после того, когда вы его получите. Надеюсь, вам повезет, получите пораньше. Это что касается гражданства. Следующий момент – это выбор профессии. И чем вы будете там заниматься. В Штатах на самом деле огромнейшее количество всевозможных профессий в армии. Это огромнейшая махина. Очень большой выбор. Есть над чем задуматься. Но есть и моменты, как говорится. Первый момент, когда вам говорят – это ничего страшного, вот там сейчас твоей профессии нет. Иди вот там на химика, химзащита. Побудешь там пару-тройка лет, а потом тебе сделают переквалификацию, смену МОС. И пойдешь дальше там на ту профессию, на какую хочешь. Сразу говорю – идея так себе. Не подписывайтесь под это говно. Лучше выбирать профессию с первого своего же контракта. Объясняю почему. Я знаю ребят, которым продали такое фуфло. Они на протяжении первого контракта пошли были там то ли химиками, то ли непонятно кем. Не буду врать, не помню на какой профессии. Они изначально хотели попасть в армейскую авиацию. Там, где проходил службу я. Это МОС-15. Все, что касается армейской авиации. Во Соединенных Штатах у армии есть свои авиационные подразделения. Это и транспортная авиация, это attack helicopters, transportation helicopters. То есть много разных wings здесь в американской армии с дронами, со всеми приколами. Все очень классно, все очень хорошо. И вот человек хотел попасть в армейскую авиацию. Его засунули непонятно каким-то там, блин, по-моему, химиком. Он там дослужился до сержанта. Захотел перевестись в армейскую авиацию. И тут ты не поверишь. Оказывается, чтобы попасть в армейскую авиацию, там другие коды, другие баллы на сержанта. И пацану сказали, хочешь идти в армейскую авиацию, снимай лычки и иди переводись с понижением звания. Пацан охренел просто. Да, есть такие моменты, чтобы сменить профессию, нужно поменять ваше звание и пойти на нижестоящее звание. По бабкам это проседаешь. Ну и плюс такой переломный момент, когда ты с И4 идешь на И5. Если твое И4 это не капрал, то в принципе вы обратно проходите БЛС, обратно куча говна. То есть это не сложно все так, это интересно. Но все равно это далеко не легкий и простой процесс. Когда вы это уже сделали, ни хрена не хочется это проходить дважды. Просто говорю, исходя из своего опыта. Поэтому лучше выбирать профессию сразу. Второй момент, какую профессию лучше выбрать? Часто задаваемый вопрос, выскажу свою субъективную точку зрения, потому что я понятия не имею. Не знаю, кто вы. Люди пишут, Ваня, какую мне лучше выбрать профессию? Откуда мне знать? Я вас не знаю. Я не знаю ваше семейное положение. Я не знаю, кем вы хотите быть. Откуда мне знать, как вам прожить вашу жизнь? У меня нет таких знаний. Но субъективную точку зрения могу сказать, какие ошибки в основном делают. Первая очень мощная ошибка, когда люди идут и выбирают ту профессию, которую втюхал им рекрутер. И такое бывает часто. Рассказывают вам, что это самая лучшая профессия. То есть по ушам ездят довольно-таки сильно. Основная причина и та профессия, которую вам будут втюхивать рекрутеры, это то, что им нужно донабирать и тот план, который у них стоит. В нашей ситуации выбирайте ту профессию, которая будет стоить больших бабок на гражданке. Сейчас расскажу нюансы. Существует три типа профессий в американской армии. Я бы сказал вообще в целом. Первые профессии, это те профессии, которые аналогичны есть на гражданке, которые очень дешевые в прохождении курсов, но также они нужны в армии. Хороший, прекрасный пример – трак-драйверы. Вы за 2, за 3 штуки баксов можете пройти учебку, не подписывая никакие контракты, и сразу ехать работать. Да, вы будете еще там первые месяца 3, 4, 6, в зависимости от того, как вы будете выкладываться. Да, вы будете еще работать за небольшие деньги, но буквально в течение 9 месяцев вы выйдете на более-менее стабильную заработную плату, которая будет принципиально больше, чем то, что вы будете получать в американской армии. Плюс вас не отправят на войну. Не забывайте о том, что основные две функции у солдата в армии – первый момент – уничтожать живую силу противника, вторая – при необходимости быть убитым. Если вы на оба эти вопросы не отвечаете «да», согласны ли вы с тем, что ваша потенциальная задача будет уничтожать живую силу противника? Вам дадут оружие с определенной целью. Вам нужно будет у кого-то забрать жизнь. Готовы вы к этому или нет? Если вы не готовы, армия однозначно не ваша тема. Второй момент – осознаете ли вы, что в процессе выполнения службы вас отправят в такое место, где выйдет парнишка 18 лет на горизонте, выстрелит у вас 2-3 патрона и все, на этом все остановится. У вас могут забрать вашу жизнь. Готовы ли вы к этому или нет? Если ответ – нет, это тоже ноу-гоу. Нет смысла вам вообще что-то делать в американской армии. С этими двумя моментами вы можете столкнуться. И вы должны осознавать, под что вы подписываетесь. Теперь дальше, по профессиям. Трак-драйвер. Кстати говоря, одна из тех профессий, которая во время боевых действий вылетает на ура просто. Если у пехотинца есть еще какие-то шансы на маневр, то у человека, который является водителем, тем более если это головная машина, то есть вы, ребята, играете с огнем. Четко должны понимать. А на гражданке за 2 штуки баксов, через 6 месяцев после накатки определенной, вы зарабатываете совершенно другие деньги. Именно поэтому в американской армии на данный момент жесткий недобор, потому что на гражданке более выгодные варианты, без угрозы жизни, такой, как в американской армии. Пошли дальше. То есть первая профессия, это профессии, которые существуют на гражданке, где лучше платят, где вообще нецелесообразно идти в американскую армию, субъективная точка зрения. И там бывают бонусы, там вы будете втюхивать всякую фигню, потому что никто туда не хочет идти. Следующие профессии, это профессии, которые, и я сейчас рассказываю в рамках иммигрантов, то есть совет иммигрантов, тех, кто граждане США, эта формула не работает. Второй момент, это профессии, которые дорогостоящие в обучении. Это медики, некоторые направления, не все. Это армейская авиация, потому что там образование 80, 90, 120 тысяч долларов, чтобы получить все необходимые сертификаты, которые вы можете получить в Америке за счет федеральной системы, проходя службу, причем с минимальным риском для жизни. То есть есть те профессии, где вы получаете максимум от армии с минимальными рисками для жизни, при том, что у вас будут такие же бенефиты на выходе, как и у многих других. Вот это, я считаю, самая классная профессия, самые классные направления. И третий вариант, это те профессии, которые откроются вам в перспективе. То есть вы выбираете направление, например, вы хотите стать пилотом в Соединенных Штатах. У вас есть грин-карта, у вас подходящий возраст, но пока здесь нет гражданства. Вы выбираете какое-то такое направление, которое в будущем поможет вам. Например, вы хотите быть пилотом Black Hawk, UH-60 Mike, например. Все, не вопрос, идете на MOS 15 Fox, 15 Tango, и все. Вот вам счастье, отслужили 4 года. За эти 4 года максимально стараетесь дойти до звания И-5. И в звании И-5, плюс там время от времени возникают разные программы, как стать пилотом. Доходите до звания И-5, подаете документы, получаете гражданство, проходите OPM. Все, у вас полностью готовый кейс, как стать пилотом в американской армии и выполнять совершенно другие задачи. То есть у вас есть цель долгосрочная, и вы планируете получить ту профессию в будущем, которая будет реализовывать вас как личность, и это будет то, чем вы хотите заниматься. Вот таких вот 3 формата. Я очень рекомендую пересмотреть все профессии. Некоторых рекрутер закрывает на том, что, блин, зачем тебе ждать 6 месяцев, какие нахрен самолеты, какие пилоты, тут же можно стать химиком, или small arm specialist. Если вам нравится оружие, в принципе, в большинстве случаев, вам в армию идти для этого не надо. Вот это тоже такая закрывалочка. Вот я хочу пойти в американскую армию, чтобы меня научились стрелять. Чтобы научились стрелять в Америке, и для этого есть все. Есть масса оружия, есть масса обучения, есть сумасшедшее количество патронов, и самое комфортное законодательство, чтобы все это иметь, использовать, эксплуатировать. Для этого в армию не нужно идти. Я знаю огромное количество пацанов из Техаса, которые пришли в американскую армию и по нормативам по стрельбе на шишку натягивали некоторых американских сержантов, боевых, прошедших Афганистан и Найрак. Почему? Потому что их батя, блин, брал их стрелять еще с 10-12 лет. У этих детей, блин, которые пришли 18-19 лет в американскую армию, настрел больше, чем, я не знаю, наверное, у всего Головного управления разведки Украины времен 2010 года. Там просто, они всегда стреляют. Они спят с оружием, они начинают стрелять, как только оторвались от сиськи мамкины. И это все делается на гражданке. Если вы хотите научиться хорошо стрелять, есть много курсов, для этого не обязательно идти в армию. В армию идут для других целей, других задач. И многие рассказывают, что вот в американской армии духу не хватит у людей. Я вам так скажу. В американской армии после первого контракта остаются в основном патриоты. Именно те люди, которые готовы завтра идти в бой выполнять задачи. Все остальные не дослуживают первый контракт или сливаются. Тут никто старается за уши не держать. Может быть, в каких-то подразделениях иначе. Но по моему опыту, то, что я видел, в армию держали за уши только тех людей, которые шли по медборду. То есть по состоянию здоровья. Там просто так их не увольняли, их там начинать что-то лечить, что-то копошить. Есть такая категория. Не буду скверно словить, не буду, блин, кому-то там по ушам ездить. Но в целом, первые 180 дней все, кто хотели свалить, свалили все. После первого контракта кто хотел свалить, свалили все. Никто никого за уши не держит. Ну и еще немаловажный момент. Мало кто знает, точнее не вникают в такие нюансы. Думают, что в Америке только существует контрактная армия. Ребята, изучите, что такое Selective Service. Согласно Конституции Соединенных Штатов, у нас могут призвать кого угодно в случае большого кипиша. Если будет большая война, концепция такая же, как и в Украине. Если у нас начнется серьезный большой замес, пойдут сначала у нас Active Duty, те, кто стоят в строю. Потом у нас пойдут ребята, которые резервисты Национальной Гвардии. Потом пойдут те, кто отслужили на протяжении последних пяти лет. Потом пойдут все. Для этого и есть понятие Selective Service. Изучите, что это такое и морально настраивайтесь о том, что может быть ситуация, как и в Украине. Когда вы сидите и думаете, да ладно, кто там нападет, что случится. Посмотрите хорошо фильм про Кассиуса Клея и он же Мухаммед Али, как он отказался ехать служить во Вьетнам. Я считаю, это шикарный, образцово-показательный фрагмент, что может быть, если вы скажете нет. Если вы не сын депутата или конгрессмена. Потому что есть понятие ТЦК сейчас в Украине, но я вам хочу сказать, в случае, если в Америке начнется большой конкретный замес и продержится больше двух лет, ролики про американских ТЦКшников будут взрывать YouTube. без иллюзий. Будет огромное количество людей, которые точно так же, как в Украине, начнут сваливать из Америки. Будут патриоты южане, которые поедут на передок. И если они закончатся, начнут тягать всех. Тут без иллюзий. И тогда будет четко видно, как белая часть населения Сан-Франциско, Нью-Йорка будет прятаться по подвалам, а черные хлопцы встанут оружие, с улыбкой на лице пойдут валить народ. Это вот то, что я увидел в американской армии. Есть четкая классовость, кто приходит на службу ради учебы в каком-нибудь колледже. Причем чаще всего выбирают какую-то полную сука дичь в качестве обучения. А будут ребята, которые с улыбкой на лице, натянув броник, пойдут выполнять задачи. В принципе, я думаю, такая же схема относится к любой стране. Абсолютно к любой. И когда говорят, что вот в Украине такая ситуация, леваки все там стоят, на ушах, я вам так скажу. Да, ситуация с ТЧКшниками дерьмо, но это дерьмо, которое абсолютно нормально вписывается в рамки ситуации, которая происходит. Такая же херня может быть завтра в Америке. Поэтому без иллюзий оружие дома нужно иметь, боекомплект нужно иметь, детей нужно обучать самим, что в школах, что оружию, что выживанию, что обслуживанию автомобиля, в случае, если он сломался, лодки, яхты, ориентиры, что делать, если во всем мире отключат завтра интернет, как быть, как выжить в этой ситуации. это то, что вы должны научить своих сыновей. Иначе ехать будет некуда. Америка в нашей ситуации остается последним рубежом. Такая вот схема. Начал за здравие, закончил за упокой. Ладно, вернемся к рекрутеру. По форме 86, эссе 86, как я и говорил, пройдитесь по каждому пункту, вам точно так же ее втюхают, покажут листик PDF, файл на компьютере, первую страницу, последнюю страницу, первую страницу, чтобы вы убедились, что там ваше имя, номер социального страхования и персональные данные, написанные без ошибок, последняя страница, чтобы вы отпечатком своего пальца оставили роспись. Вопрос в другом. Вся та ахинея, которая будет написана между первой и последней страницей, может похоронить вашу карьеру. Как это было в ситуации со мной, когда рекрутер нахерячил туда какого-то фуфломедицина, чтобы вы понимали, без деталей он указал о том, что мой друг Том Круз, имя Том Круз, конкретно у меня написано, в моей форме эссе, имя Том Круз, номер телефона по-моему было 215, это код Филадельфии, 215, а все остальное 0000000000. И в тот момент, когда я был в рекрутинговом центре, я больше фокусировался на контракт, который я подписывал, который я перечитывал, и за который меня нагибали. Но я совершенно прослюнявил этот момент с этой формой. И именно на фоне этого дела меня в определенный момент взяли за жопу, потому что больше, в принципе, брать было не за что. Потому что с точки зрения службы я был красавчиком, и у меня был идеальный послужной список, и большой плюс в том, что я всегда выполнял все задачи, всегда шел вперед, везде был передовиком, и у меня были прекраснейшие отношения с пилотами, с офицерским составом, поэтому, собственно, у меня жизнь сложилась отлично, потому что было большое количество людей, которые, когда мне понадобилось, взяли, подписали документы и сказали о том, что я законопослушный гражданин, вместо того, что а был бы мудаком, я думаю, бы сейчас записывал видеоролики откуда-то из Европы. Ну вот, наверное, и все. Английский на каком уровне нужно знать. Чем лучше ваш английский, тем лучше для вас. Но бояться нечего. Сержанты, в принципе, адекватные дядьки, особенно те, которые не сидят в рекрутинговых центрах. Придет момент, вы столкнетесь, и всем, кто проходил службу и видит этот видеоролик, не дадут соврать, вы столкнетесь с мракобесием в таком месте, которое называется С1, поймете, что такое бюрократия, что такое, блин, полноценная жопа, как только захотите пойти в отпуск. Во время прохождения службы в американской армии будет много чего происходить. Положительного, отрицательного. Но это будет, обещаю вам, это будет интересное приключение. Поэтому все, кто планирует идти в американскую армию, желаю искренней вам удачи и даю вам гарантию, как только у вас появится DD-214, вы будете этим гордиться. Всем удачи и пишите вопросы в комментариях. На самые адекватные постараюсь ответить. На этом у меня все. Всех благ с острова Оаху над Ивана Руденко. Пока-пока.